В дневнике некого Сим замечательные фотографии росписи в центре Петербурга. Он пишет, разбирал летние фотографии, вот нашел такой двор, весь разрисованный граффити, есть в Петербурге, находится в центре, кажется, на улице Марата, если идти от Невского по левой стороне улицы, то вторая или третья арка. Я небольшой поклонник подобной наскальной живописи, тем более в этом дворе не самые лучшие в образцы, но выложу фото, хотя бы потому, что это единственное граффити в таком количестве в самом сердце Питера. Пять минут от Невского. Ну, я написал уличные росписи, а что, мило? Пока что это все еще свободное искусство, но, увы, туда в этот жанр ринулись профессионалы, и все, как всегда, испортили. Но здесь еще есть на что полюбоваться. Граффити эти представляют из себя, ну, огромные буквы, но так выразительно все нарисовано. Каждая буквы как живой персонаж, в некоторых даже глаза нарисованы, ну, вроде бы между букв какие-то глаза вытарчиваются из стены. А вот детская площадка, вся разрисована как будто бесчисленным количеством автографов этих уличных художников, которые проходили по улице, и получилась такая рябь цветная, красивая. В общем, они украсили площадку, я должен сказать. Вот другая роспись. Какие-то огромные ступни, все это смешно. Опять глаз откуда-то вылезает выразительно, и ведь эти буквы какие-то громадные. Вот какой-то зверек нарисован, вроде то ли чертика, то ли кошки. Но все это неизлобно. Все это, хотя у нее руки на груди висят цепи, но все это скорее смешно, чем страшно. Вот. А вот совсем прекрасный рисунок, где женщин на качелях, вокруг летают вместо травки какие-то бабочки, и на ее животе нарисовано какое-то деревце вырастающее, груди опять-таки в виде летающих бабочек или птичек. И голова это сплошной черный комок этих самых летающих насекомых. Но получается обобщенный образ какой-то природы, как бы человек связан чрезвычайно с природой. Который летает, растет и существует в этом мире. Все это раскачивается на качелях. И вот для сравнения я тоже посмотрел другое публикацию блокбастера. Прямо противоположную. Но я так и называл это «Неважные росписи в Испании». И тут мы сразу видим женскую мордочку тщательно-тщательно вылезанную, так чтобы форма подбородка или там щеки, или всех губ тщательно-тщательно была выделана на всех своих поворотах. Имела и тень, и свет, и полутень, и даже еще подсветку, как на плохих фотографиях. По этому поводу читатель блокбастера некто несовершенно написал обалдеть действительно произведение искусства, только не на холсте вовсе. Да, великое уличное искусство стало салонным и спохабленным. И такие старательные мордочки и фигурки можно встретить в тысячах залов живописи. Они все осточертели отсутствием искусства. Это пошлое рисование раньше годилось только быть вывешенным на день около кинотеатра. Теперь оно испортило все выставочные залы, но, хуже всего, и ринулось на улицу. И подмяло под себя великое уличное искусство – граффити. Для которого как раз было характерно пренебрежение старательностью и тщательностью. Оно было легко и своеобразно, дикое и выразительное. Теперь это добротное и профессиональное оформление пустоты в головах и душах художников-профессионалов. Все-таки профессионализм и в любви, и в искусстве отвратителен. Старательностью, тщательностью, бесчувственностью и бескусием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова